Селям алейкум, меня зовут Алие, я жена Рустема Мерусиинова, который теперь уже является фигурантом красноговородейской группы по так называемому делу Хизбут-Тахрир. Хочу несколько слов сказать о моем муже. Мой муж был воспитан в прекрасной семье, которая была неравнодушна к проблемам своего народа. Его отец Решат Ахайми Русинов долгие годы был активным участником крымско-татарского движения, и именно он инициировал открытие первой крымско-татарской школы в Крыму. Рустем получил прекрасное воспитание, рос в атмосфере исламской нравственности, окончил первый мужской лицей в Красногвардейском районе и поступил на исторический факультет Стамбульского университета. Это человек всегда с активной жизненной позицией, который готов бежать каждому на помощь, трудолюбивый, честный, справедливый, скромный, с огромным добрым сердцем. Прекрасный отец, который всегда небезразличен и всегда переживает за духовное, нравственное, интеллектуальное воспитание своих детей. И сегодня его, такого человека, такую личность обвиняют в терроризме. Рустем до своего ареста искренне переживал за судьбы тех ребят, которые так же, как и он сам сегодня, безосновательно находятся в местах изоляции. Он считал своим собственным долгом поддерживать ребят на судах, выходил с одиночным пикетом, оказал поддержку, когда проходил флеш-моб мусульмане-не-террористы. Рустем буквально за несколько дней до своего ареста вернулся из города Ростов-на-Дону, где проходило рассмотрение дел по симферопольским ребятам. Мы считаем, и это безусловно, что эта активная позиция моего мужа стала причиной его ареста. Это является очевидной истиной, и любая попытка навязать на моего мужа ярлык террориста обречена на провал, потому как все прекрасно знают его и уверены в том, что все, что говорится сегодня, и вменяется ему абсолютная ложь. Свидетельством этому является то, что двери нашего дома, и Аллах свидетель этому, с 14 февраля и по сей день не закрываются. Люди приходят, высказывают слова благодарности и полного возмущения всей абсурдности ситуации, которая сегодня вообще в Крыму происходит. Кроме того, на следующий день после ареста ситуация возле здания суда показывает, что порядка 300 человек пришло поддержать наших ребят. То есть забрали троих, пришли в ответ, 300. То есть это показывает, что активность народа, она с каждым днем растет, становится все больше и больше людей, которые готовы проявить свой мирный протест и показать свою позицию. Хвала Аллаху. Мы мусульмане, и все, что происходит с нами, мы всему этому говорим, аль-хамдули-лях. Мы знаем, что после каждой трудности наступает облегчение. Мы уверены, что в скором времени, иншаллах, все наши ребята, все наши ребята, которые безосновательно сегодня обвиняются, по воле Всевышнего вернутся в свои дома и воссоединяться с нашими семьями. Сегодня мы просим Всевышнего Аллаха одарить и укрепить нашу веру, дать нам красивое терпение, дать нам стойкость, чтобы то испытание, которое нам сегодня предопределено было, мы достойно прошли и приблизились еще больше к своему Господу. Субтитры создавал DimaTorzok